Однажды к Эйнштейну пришел журналист и спросил, куда вы записываете свои мысли. У вас есть для этого блокнот или записная книжка? Эйнштейн ответил, милый мой, настоящие мысли приходят в голову так редко, что их нетрудно и запомнить. Это верно. Вот если бы вас спросили, какую настоящую мысль вы хотели бы, чтобы человечество запомнило? Что существует на самом деле только Творец, и ничего кроме него. В слово Творец что вы вкладываете? Природа – высшие силы природы, высший разум природы, только он существует, и ничего кроме него. А люди все, а мы? Ничего этого нет. А я с вами говорю. Ничего этого нет. Это действительно трудно понять. Но это мысли, это мысли, мысли, да? Это центральная, глобальная мысль и замысел всей природы. И нужно, чтобы человек пришел к этой мысли, да? И чтобы он услышал ее, начал как-то исследовать ее, и пришел бы сам к ней. Это очень полезно. А я существую, вот тот, который думает о том, что существует весь Творец? Вот просто это меня интересует. Нет. И я не существую? Нет. Нет никого, кроме него. Нет никого, кроме Творца, и все. То есть вот этого закона природы? Да. Да.